здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы ладисад сегодня по просьбам все равно поступают просьбы как формировать штамповую фуксию я вроде рассказывала зимой несколько раз не рассказывал и показывала ну вот сейчас как раз пришел тот момент когда можно все этапы посмотреть одновременно и понять для чего же я все это вам показывал и делал и так первый этап был вот такая вот фуксия например я вам показывала которую я хочу сделать деревцем и буду формировать в виде деревца для этого мы все побеги с фуксии всю зиму когда она росла все вот здесь все обрывали с пазух и еще я вам говорила что постепенно обрываю листочки постепенно не все сразу там по одному по два листочка там в неделю и формирую вот так в один стебель той высоты какая мне нужна вот этот череночек я покупала наверное в марте покупная ампельная петуния деревцем штамбиком можно формировать не только кустовые но и ампели вот этот вот не ирина с москвы послала сказал что отличный сорт для формирования штамба ведь поэтому он еще маленький ну сколько он уже сантиметров 25 он пытается зацвести как только он набирает бутончик я бутончик аккуратно отщипываю и продолжаю формировать ее в один стволик вот так до той поры какая мне надо высота обязательно стараемся чтобы вот этот ствол был ровно ровно к палочке и все междоузлия привязываем вот я лично пользуюсь но я это увидела на сайте пукси мани капроновой колготки самая лучшая веревочка она мягкая и травмирует стебель и позволяет стеблю наращивать толщину и сама растягивается в этот момент то есть я вот это вам показывал например зимой что происходит дальше поднимаю камеру потому что показать надо все это аккуратно теперь рассмотрим экземпляр номер два вот это фуксия которую я формирую на заказ не себе мне просили 30 сантиметров но она 30 сантиметров вот до формирования будет ну где-то 40 наверное может даже 50 что дальше как только нас устроила высота того деревца какого мы хотим мы прищипываем макушку просто берем и отщипываем еще раз вот эту макушку берем и отщипываем вот так хоп и отщипнули все фуксия вот здесь была прищипнута показываю тут можно вот этот листочек оторвать чтобы вам было видно вот здесь я прищипнула нет не здесь сейчас показываю прищипка была вот здесь вот и сразу же у фуксии всегда после прищипки идут два побега но ниже в пазухе видите вот здесь пошли побеги прищипка была ниже в пазухе идут еще два побега вот эти два побега можно выщипнуть и не ничего с ними но не формировать их только вот с этого момента начать формировать фуксию но иногда для того чтобы шапка была пышнее оставляют два побега ниже в пазухе и так сейчас рассмотрим вот эти первые первые два побега вот они пошли у них две пары настоящих листьев 1 пара вот это и вторая пара я опять сделала прищипку и у меня пошли два побега фуксия всегда после прищипки раздваивается обязательно теперь можно опять прищипывать после двух пар настоящих листьев но лучше после одной вот видно да еще раз внимательно и теперь видите одна пара листьев и тут тоже одна и я вот эти вот макушечки прищипну оторву и меня опять здесь здесь каждый вот этот маленький побег опять раздвоится и вот здесь была сделана прищипку 2 побега вот здесь и он тоже раздвоился и сейчас я у этого побега отщипну макушечки когда трудно делать руками делаем это пинцет теперь рассмотрим вот эти два побега которые образовались ниже почкой многие их не оставляют я решила оставить тоже две пары настоящих листьев и прищипываю здесь даже одна пара настоящих листьев потому что им труднее расти питание вот здесь все ушло и я прищипываю после одной пары листь тогда у меня вот здесь вот крона образуется более густая но обратите внимание что тоже когда будет очень густая и пышная крона она должна соответствовать высоте и толщине вашего стебля чтобы крона не перевешивала и ваша фуксия не от ветра нет каких-то там других условий не упала вот так вот стебелек посмотрите он уже такой одревесневший но еще не очень толстый а вот здесь вот ведь он мягенький и тоненький вот сейчас эту пару листьев я тоже уберу вот и у меня уже более-менее начиная сейчас поставлю вот здесь вот начинает формироваться у этой фуксии крона еще сделала может быть пару прищипок и в принципе она уже будет готова к цветению и надо пересадить конечно же и теперь рассмотрим следующие варианты еще раз поднимаю камеру чтобы посмотреть мои высокие мешают нам тут некоторые вот так главное макушке посмотреть хочу чтобы у меня было все три более меня одинаковых но все равно одна выскочила побольше вот эти вот на этих фуксия я вам все показывала весь процесс всю зиму ну вот на той которую формировала и так посмотрите вот эти две фуксии уже были прищипнуты вот это только доросла до того момента где я делаю прищипку до самого верха не ведем оставляем 2-3 сантиметра ну что если сделать прищипку но когда побед здесь дорастет это очень плохо все таки мы здесь должны какое-то крепление сделать и так вот сейчас уже пришел момент вот этот штамбик мне нравится ровненький хороший крепенький и я сейчас сделаю первую прищипку вот она так выглядит как я вам и говорила все и теперь этот вот это место будет на раздваивание смотрите вот здесь была сделана прищипка ну не знаю сколько может быть неделю назад видите и тихонечко идет два побега как только у них будет две пары листьев я буду проделать манипуляцию которую только что вам рассказал и постепенно обрываю листики вот теперь рассмотрим вот этот экземпляр вот этот экземпляр здесь раньше была сделана прищипка и побег раздвоются вот так на 2 у него уже две пары листьев настоящих и я сделаю прищипку первую прищипку вот этих побегов и ниже как я показывал на первом экземпляре вот из пазух идут тоже два побега я их оставлю это уже здесь как только они подрастут сделаю прищипку все следующие прищипки то есть этот раз двоится этот и эти каждый раз двоится я буду делать прищипку после одной пары листьев вот никак здесь 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 значит одна пара 2 и прищипку после каждой пары листьев крона после каждой пары листиков будет более компактная и более пышная стебель у меня высокий это где-то сантиметров наверное 80 вот это вот получилось фуксия поэтому здесь можно кроны побольше ну соответствие но он еще не очень толстый ну потому что это молодой как бы однолетний побег так фуксия которая в прошлом году была у меня штамбовая к сожалению перезимовала плохо она пошла в рост пошла пошла и вдруг вся засухла я говорила что зимовка для фуксии в теплом подвале была очень плохая в этом году я постараюсь даже наверное не опускать подвал оставить их на прохладной веранде чего сразу не догадалась не знаю но во всяком случае штамбовые точно оставлю потому что веранда прохладная и все там будет хорошо вниз к фуксиям вниз к фуксиям сейчас покажу поближе вот подсадила по одному растению вечно цветущей бегонии думаю что все нормально тут горшок 3 литра так вот горшок 3 литра сколько до 3 литра поэтому нормальным хватит питания фуксии еще молодая корневая система у нее растет значительно медленнее чем например других растений поэтому все здесь хватит им пока питание тем более удобрение положила смоко длительного действия на 5-6 месяцев и фуксии должны у меня лето прожить с ним ну посмотрим может быть что-то и подкормить вот все этапы сейчас было видно почему вроде как думала не буду снимать потому что пусть люди смотрят те ролики какие были но сподвигло меня то что я увидел на канале достаточно продвинутом канале которые я смотрю всегда честно даже скажу вам какой марина цветы марина показывал как формировать штамбовую фуксию при всем уважении блогеру и может быть это некрасиво с моей страны осуждать но ролик был отвратительный просто боюсь что люди посмотрят и будут делать именно так там штамбы были кривые тощие и вот эти вот верхушки вот эти верхушки они были не похожи на верхушки это у марина какие-то длинные вот такие вот 20 сантиметров тощие побеги и что она с ними хотела показать людям и сделать я не понимаю я так расстроилась распереживалась думаю вот сейчас люди посмотрят и начнут вот совершать такие ошибки но и тем более менее мне все равно пишут что кому-то непонятно вот сейчас может быть все этапы более понятно изложены и ради бога старайтесь всегда чтобы штамбик был ровно к палочке вот еще обратите внимание обратите внимание сначала фуксия росла на одной палочке вот вот эта короткая когда я ее пересаживала потому что росла на маленьком 1 литровом горшочки я эту палочку не снимала потому что она она может вот так согнуться и сломаться поэтому очень аккуратно вместе с палочкой привязала но вставила другую палку и просто потом перевязала веревки вот так и делаю может быть это не очень красиво но это более надежно крепление вот такой у фуксий то есть первую палочку даже не снимают вместе с ней иногда даже по три палочки здесь можно увидеть у тех кто формирует вот такие деревца это тоже важный нюанс вот видите здесь тоже одна палочка у меня и вторая палочка палки лучше брать вот такие бамбуковые которые плохо гниют они действительно мало все другие палочки деревянные там перегнивают в почве и приходится их аккуратно заменять все это травмы и все это делать очень аккуратно дабы не сломать весь ваш результат не испортить ну что вот все что хотела все что узнала вам рассказала ради бога не делайте ошибок старайтесь кроме того чтобы посмотреть видео посмотреть у многих блогеров почитать материал а потом уже предпринимать какие-то действия и попытки спасибо всем за внимание вы были на канале Светлана Владисад